Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 4 декабря, Православная Церковь совершает праздник введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось по сохраненным преданиям рассказам следующим образом. Родители Девы Марии, праведные Иаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных в песни, с зажженными свечами в руках, привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил от Раковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы сама взойти по этой лестнице, но как только ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник по внушению свыше ввел Пресвятую Деву во святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию. Праведные Иаким и Анна, вручив дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма по свидетельству священного писания и историка Иосифа Флавия имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна была и ее жизнь в Иерусалимском храме. «Если бы кто спросил меня, говорил блаженный Иероним, как проводила время юности Пресвятая Дева, я ответил бы, это известно самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю ее». Но в церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала священное писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В воспоминания введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указание на совершение праздника в первые века христианства находится в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что Святая Царица Елена построила храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы – это предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христово пришествия. Святая Дева с первых своих шагов, напутствуемая Матерью и Отцом, наставляемая Ангелом, вступает в те глубины молитвы – безмолвия, благоговения, любви, созерцания и чистоты, которые составляют подлинное святое святых. И разве удивительно после этого, что мы в этот день празднуем начало спасения? Первое – из всех тварей, святая отраковица, вступает в эти непроходимые, неприступные глубины, вступает в то общение с Богом, которое будет расти и расти, незапятнанно, незатемненно, незатемненно, неоскверненно в течение всей ее жизни до момента, когда она сможет в ответ на призыв Господа произнести Божие имя всем умом, всем сердцем, всей волей, всей плотью своей и вместе с Духом Святым родить воплощенное Божие Слово. Дорогие братья и сестры, я сердечно и тепло поздравляю всех с этим праздником, благожелая вам заступничества и предстательства Пресвятой Девы Марии в деле нашего спасения. Постараемся уподобиться Матери Божией и стать храмом, место вселения Святого Духа. Многое вам и благая лето! Лучезарный свет струится, в храм вошла от раковица, во Святая Дева входит, изобильно Дух нисходит, невместимый Бог на время, понести благое бремя, предызбрал Марию Деву, свободить от клятвы Еву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова